сегодня друзья мы смотрим квартиру ну или может быть это такой такой какой-то маленький таунхаус будет вы видите комплекс ну вот заехали в комплекс и тут стоят такие домики видите вот они сплошняком такие то есть это может быть такие таунхаузы которые друг к другу присланутые что называется вот сейчас мы посмотрим тут обычно есть хорошие facilities там бассейны и собачкой погулять и там джим какой-нибудь может быть спортивный вот вы видите стоят деревья красивый там лужаечка все очень мило вот а тут вот как раз и open house у нас индийская девушка продает на real estate групп замечательно давайте мы зайдем светлана у меня уже пошла вперед и наверное когда мы зайдем она на что ведь там уже расскажет о том что там продается так такое место давайте поглядим так гараж гараж на две машины если на 2 то конечно маленький на 2 на 2 вот тут столб посередине то есть как бы как бы на 2 хотя с учетом вот этих шкафчиков и холодильника здесь далеко не уйдешь юрный джинс икс и тьюр фейсон зли олсах я рада нас отметить шуршур на бром значит тут из этого места вход в два юнита то есть видимо это дверь во второй гараж вот это юнит и так ночью пошли значит у нас два бедрума два два басрума ты сейчас перепутать ну примерно около 100 квадратных метров чуть меньше машины на два гаража и по чем вещь миллион 225 то есть это купертина это купертина школы все как у нас но достаточно прилично то есть могли быть для купертина могли быть лучше но во всяком случае миллион 225 а как значит полно в две спальни 100 квадратных метров ну хорошо да и этих подержи пожалуйста так давайте мы поглядим потолок красивый глянем такое ощущение что здесь продавцов сразу много риэлторов это это такой стейджинг такой красоты это всякие угощения друзья для тех кто ест такие вещи вот тут водичка все хорошо водичку можно взять так вы видите что здесь такое делается это не с не очень старое все хотя вот но вот я просто показываю что вы видели качество этого дела я спрошу какого возраста постройка вот там какой-то дворик есть соседи сейчас посмотрим так небольшая кухня что тут у нас шкафчик шкафчик не то чтобы сильно наверх чуть-чуть наверх и тут у нас дубовый пол спальня тут надо из индии люди жили пахнет такими специями индийскими керри такая есть штука еще одна спаленка вы знаете что с одной стороны как бы это все очень светленькое такое ага вон там санузел у нас да так отдельно маленький туалетик отдельно смысле умывальничек вот маленький душ с туалетом и там вот балкон этот балкон немножко честно сказать грустный потому что вот так вот этот балкон вот сюда поэтому я уж не знаю но они все так видите все эти балконы они все смотрят на вот эту коммунальную часть да ну хорошо ну квартира она есть квартира в общем то так тут чего полочки ну да есть там внизу пол сделан из кедра который считается что он отгоняет моль так и такой есть поверье не знаю насколько это факт медицинских установлены а это вот на крышу люк пожалуйста туда можно залезть и будет крыша так светлана нам грозится что-то показать строение высоту потолка в спальня ну потолок спальни такой высоты а потолок тут намного выше ну и что там это вот у нас то что мы видим ну назвать это участком я не могу но вот некоторые дворик где можно было бы например посидеть вон там калитка какая-то пошла там куда-то там на улице ну вот на эту территорию я в общем-то цена достаточно высокая для двух спален и учитывая что-то ничего нельзя с ними сделать школы такие же как вот снивели все что мы смотрели если бы у людей было немножко лифт я думаю что там с этим домом который выход на фримонт поторговаться чтобы они ушли немножко ниже потому что там вот из-за этого из-за улицы я не думаю что так он прям улетит тем более шаги ты немножко и выбирать между этим домом миллион двести двадцать пять и тем которые они хотят миллион восемьсот но может где земли и много земли он отдельный юнит есть все-таки там три спальни а не две школы те же самые и площадь намного площадь и полтора раза больше чем здесь но все-таки полмиллиона тоже день полмиллиона большие деньги но в рассрочку это верно там есть юник но здесь еще до 350 долларов в месяц надо платить ассоциации ну во первых а там есть еще один юнит который тебе вот эту разницу в 500 600 тысяч просто скроет и все таки что тот намного лучше бай чем вот это с коммерческом коммерческом если люди нужно жить типа спальни всего и все ну да там три спальни из стенка общая с соседями а это там три спальни плюс еще rental юнит который можно ну хорошо в общем для тех кто может быть интересуется квартирами вот эта квартира все-таки она с гаражом это ж не просто квартира ну да 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 но бит никакого нет все спальни выходят будут на этот на раз что я кстати вышли на балкончик там это очень грустное зрелище было но надо сказать что здесь есть и бассейн и теннисный корт и спортзал и там еще может быть что-то но это правда да это правда в общем друзья вот так вот люди живут в квартирках таункаут света но ты можешь представить что вот когда мы приехали в америку да они тоже по 73 года они построены всем с третьим годом то есть мы уже были здесь после когда мы приехали они уже тут почти 20 лет были такая квартира могла стоить там я не за 90 тысяч 80 тем более что ты вот комплекс есть ограничение у них в ассоциации есть ограничения на какой процент квартир можно могут быть сориентованы то есть когда ты берешь ты знаешь что в какой-то момент может оказаться что ты не можешь сдать это жильцам потому что процент превышен например сам живешь даром захотел сдавать да ты можешь не сдать на себя сразу покупаешь и тебе удается вот так что этот юнит был ориентован если покупаешь у них есть такое провизион что покупаешь и наследуешь вот это право сдавать да и можешь дальше сдавать то никто у тебя нет а представь себе что ты просто купил через два года куда-то уехал и хочешь сдавать или не можешь продав продать допустим не время а сдать ты не можешь в этом в этом же фишка история нашей ассоциации когда они пересматривали и мы очень были против того что они включают но нам удалось отбиться тогда удалось отбиться то есть нас не лимитирует вот в этом эта проблема в этом проблема ассоциации покупать дом